Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я хочу провести сегодня прямой эфир, посвященный выборам 9 июня. Мы уже многократно озвучили нашу позицию, что выборы 9 июня нелегитимны, и аргументов по этому поводу было достаточно. Я еще раз хочу вам напомнить один важный аргумент. В поправке законодательства, который предполагает, что на этих выборах может выдвигаться кандидат только в случае, если проработал 5 лет на государственной службе, его могут выдвинуть только политические партии и объединение республиканского значения, которое имеет филиалы по всей стране, они прямо противоречат Конституции. Потому что в Конституции написано, что все граждане страны равны перед законом. Все граждане. Здесь же получается, что только те граждане, которые 5 лет проработали на государственной службе, обладают большими правами. То есть, если вы не работали на государственной службе, вы, значит, не можете выдвигаться кандидатом на должность президента страны. Это прямое противоречие Конституции, это прямое противоречие международным договорам, которые подписал Казахстан. И у нас государственных служб, которые проработали не менее 5 лет, как вы сами понимаете, за весь период существования независимого Казахстана не наберется даже полумиллиона. Фактически свыше 95% избирателей, а скорее всего даже 99% избирателей, лишены права быть выбранными. То есть, этот закон, который внес поправки на султан Назарбаев, искусственно ограничивает все права граждан нашей страны. Такого ограничения прав не было даже в те периоды, когда женщины не обладали правом голоса. Это было в конце 18-19 века в ряде государств. Но то, что сделал Назарбаев, это отбрасывает нас далеко, как минимум на 200-300 лет назад. Поэтому уже изначально эти выборы нелегитимны. Мы отправили различным международным организациям, наблюдателям информацию об этом. И, безусловно, там будет много еще других аргументов, почему эти выборы нелегитимны. Но я думаю, что для граждан страны достаточно знать даже этого одного факта. Поэтому, когда некоторые наши граждане собираются идти на выборы и доказывать, что их бюллетени – это власть подделала, оформив эти бюллетени в пользу Такаева, они зря тратят энергию. Практика организации такого рода выборов показывает, что существующая полиция, которая будет на всех избирательных участках, она не даст вам провести полноценные наблюдения, во-первых. Во-вторых, когда избирательные урны будут запечатаны, они затем перемещаются в такую зону, где не имеет доступ ни иностранных наблюдателей, ни наши наблюдатели, вообще никто. Именно там происходит прямая подделка и подмена бюллетеней. И этот механизм отработан за 30 лет существования власти Нурсултана Назарбаева. Поэтому смысла нет в этом участвовать, верить в эти иллюзорные бюллетени, что якобы мы проголосуем и таким образом докажем за тем, что власть сфальсифицировала. Даже ваш бюллетень, если вы его сфотографируете, и потом вдруг, допустим, вы обнаружите, что ваш бюллетень был подделан, вы со своей этой фотографией пойдете куда? В прокуратуру, в суды. С чьей они? Нурсултана Назарбаева. Кто их назначает? Нурсултан Назарбаев. И уже это многократно пройдено. Там молодежь, которая сейчас хочет пойти на выборы и потом демонстрировать фальшивый бюллетень, возмущаться, кричать, что их бюллетень подделали. Вы знаете, что этот путь мы уже многократно проходили. И в 2004 году, в 2005 году, и в 90-х годах. Это было уже до вас. Что называется, земля существовала и до вашего рождения. И все эти нарушения, фальсификации, Нурсултан Назарбаев делал на всех предыдущих выборах. Что они будут фальшивыми, несправедливыми. Что эти выборы нелегитимны, это знают все. И юридическая в этом смысле аргументация нами уже подготовлена, озвучена, она присутствует. Есть очень много юристов, которые это озвучивали, ссылались на нормы Конституции закона. То есть аргументов, что эти выборы нелегитимны, достаточны и нет смысла идти на эти выборы. Во-первых. Во-вторых, некоторые предлагают испортить бюллетенье. Бюллетени испорчены и просто откладываются в сторону, считаются уничтоженными. На предыдущих выборах в 2015 году власть заявляет, что таких бюллетеней было 54 тысячи. Ну хорошо, их будет полмиллиона. Пусть будет их миллион. Ничего это не изменит. Их отбросит в сторону. И оставшая часть припишут Тукаеву, который Нурсултан Назарбаев уже давно определил в своем кабинете как президента, как человек, который победит на этих выборах. Поэтому все эти действия не имеют никакого смысла. Абсолютно никакого смысла. Вчера организация, которая под контрольной власти, опубликовала промежуточные настроения, итоги, собственно, предстоящих выборов. Они Тукаеву дали 72,5%, Кусанову чуть более 7%, 7,9% по-моему. И третье идет Испаева, это женщина-кандидат от партии Акжол, от партии Плакальщиков, как я называю. Так вот, о чем это говорит? Что Тукаеву припишут голоса более 70%, 72%, может быть, где-то 73%. Я очень сильно сомневаюсь, что Кусанову дадут даже 7%. Может быть, дадут. Но, судя по всему, потому как женщина Испаева встала на третью позицию, в результате активной, ожесточенной борьбы, напишет средства массовой информации на Султана Назарбаева. Второе место заняло Испаева. И, собственно, Кусанова куда-то засунут на третью позицию. Я думаю, что, скорее всего, такой сценарий разработан. Единственное, возможен корректив, возможен корректив в связи с моим выступлением, а я знаю, как Назарбаев, вся его команда очень внимательно слушает и старается все время сделать так, чтобы опровергнуть, скажем, мое утверждение. Максимум, чего добьется Кусанов, это около 7%. И результаты промежуточного опроса показали. В реальности, я думаю, что ему пропишут 5%. И сделают это для того, чтобы показать, что оппозиционное настроение есть, но их мало. 5-7%. Что вот, якобы, народ за стабильность, за продолжение курса Назарбаева, как, собственно, сам выступил Назарбаев, так сказал, итоги выборов заранее известны, уважаемые друзья. Поэтому ломать копию, ходить, пытаться доказать, что ваш бюллетень подделали, это просто пустая работа. Что нужно делать? Нужно выходить не просто на бойкот, не просто активный бойкот в виде протеста в социальных сетях или где-либо еще просто вот кричать. Нет. Нам нужен активный протест. Мы объявляем 9-10 июня в 12 часов дня по всем городам страны общенародный освободительный протест Бостон-Дык. Протест общенародный по всей стране. Это лучший способ воздействия на власть. Власть нашим гражданам не оставила никаких возможностей легально бороться, участвовать в политической жизни страны, создавать партии, регистрирует общественные объединения, чтобы они действительно могли бороться на выборах в парламентах, на выборах президента. Всего этого нет. Вы прекрасно знаете, что людей за пустой плакат задерживают. Молодежь за это отправляет принудительно в армию, притом отправляет тех, у которых нет возможности быть в этой армии, потому что медицинские комиссии их списали по состоянию здоровья. Вы все это прекрасно знаете. И в этих условиях, когда человека, который цитирует Конституцию, штрафует наши суды, говорит о том, что возможна эволюция, как некоторые говорят, возможно якобы конструктивная оппозиция, якобы возможно системная оппозиция, все это ложь. И все это прекрасно знают. Невозможно никакой системной оппозиции, потому что в парламент будут проходить только те партии, которые созданы, организованы Нурсултаном Назарбаевым, с которыми согласован курс, что говорить, что делать, которые будут создавать видимость оппозиции. И мы все это прекрасно знаем. Эта власть нам оставила единственную возможность добиваться перемен. Это массовые протесты по всей стране. Уважаемые друзья, я хотел бы вам объяснить, что именно 9 июня наша власть объявила, что якобы в этот день по всей стране будет дежурить свыше 20 тысяч полицейских, 21 тысяча. И власть заявляет, что полицейских будет 21 тысяча в период 6 по 12 июня, то есть накануне выборов и после выборов. Я вчера в чате активист ДВК объяснял, что эта численность ничтожно маленькая. Чтобы вы понимали, что, например, в Алма-Ате 550 избирательных участков. В среднем, именно в среднем я хочу сказать, на каждом участке будет не менее 5 полицейских, чтобы они обеспечивали порядок на избирательных участках. Вот представьте себе, 550 участков умножаете на 5, вы получаете 2750 полицейских. Если вы зайдете в интернет, то обнаружите, что в ежедневном порядке, ежедневно на улицах города Алматы различные стационарные пункты, разные опорные пункты милиции обеспечивает порядок в городе чуть более 2 тысяч полицейских вместе с представителем Национальной Гвардии. Вдумайтесь, в обычной ежедневной жизни в Алматы, в котором проживает более 2 миллионов человек, общественный порядок обеспечивает чуть более 2 тысяч полицейских и представителей Национальной Гвардии. То есть, получается, для того, чтобы обеспечить выборность ту самую, которую ожидает Нусултан Назарбаев, ему нужно на 550 избирательных участков отправить всю полицию, всю Национальную Гвардию, которая сейчас обеспечит порядок в городе Алматы. То есть, вы понимаете, что город Алматы фактически останется без полиции именно в день выборов. Соответственно, значит, Назарбаев будет стягивать в Алмату из окрестных сел, поселков, городов полицию. Их тоже не очень много. Для того, чтобы обеспечить порядок, ему нужно минимум 2 тысячи человек стянуть. Но эти люди же будут рассредоточены по улицам и по другим местам, чтобы фактически заменить тех полицейских, которые ранее осуществляли эту деятельность. И получается, что когда мы будем проводить митинг, протест на Старой площади в Алматы в Тулеби и Аблайхана, какой выход у администрации города? То есть, у них практически нет сил. Максимально все, что может сделать администрация города Алматы максимум тысяч человек стянуть полицейских к этой площади. Максимум в реальности наверное человек 500. Но представьте себе, что в Алматы живет 2 миллиона. Если даже 2-3 процента жителей Алматы появятся на общенациональном освободительном протесте в 12 часов дня по Алматы, то на этих площадях будут сконстрированы порядка около 50 тысяч человек. То есть, перевес численности будет 50-ти кратный. Поэтому вы понимаете, что когда идут такие сообщения и начинаешь раскладывать численность полицейских на каждый город, выясняется, что это будет жидкая цепь полицейских. Я много раз говорил, что смена режима происходит тогда, когда на улице страны выходит приблизительно 3-5 процентов от всего населения. 3% это порядка чуть более полумиллиона от жителей нашей страны. И когда эти 3% выходят в каждом населенном пункте в Алматы, в Астане, в Шимкенте и других городах, то надо понимать, что митинги, протесты становятся безопасными. власть будет бессильно противодействовать действиям протестантов. Поэтому, уважаемые друзья, я призываю вас 9-10 июня выйти на общенародный протест и потребовать отмены этих досрочных нелегитимных выборов. Мы должны потребовать, чтобы в законодательство страны были внесены необходимые поправки, позволяющие участвовать в выборах каждому гражданину Казахстана, в том числе и мне. Уважаемые друзья, я все предыдущие дни, каждый день выступал в чате активист ДВК и подробно рассказывал о наших действиях на протесте 9-10 июня. Я объяснял, что как только процентный состав приблизится приблизительно около 3% от жителей городов, в Астане Назарбаев говорит, что живет свыше миллиона. Достаточно в Астане, чтобы 3% это около 30 тысяч человек и власть в тот же день сменится мирным путем. Достаточно в Алма-Ате, чтобы на улице города вышло 3% от 2 миллионов это 50-60 тысяч человек, в тот же день власть сменится мирным путем. Каким образом это происходит? Сначала происходит концентрация протестующих в те места, которые мы написали. В Астане это дворец называется Жастар, улицы мы все описали. Если там собирается 3% от жителей Астаны, около 30 тысяч человек, после этого эта масса просто перемещается в сторону административных зданий власти по сути парламент и Ахарда, в Алматы это Акимат. Люди, как показывает практика, та же самая Армения, просто мирно перемещаются в сторону этих зданий, просто мирно заходят, заполняют собой все пространство, все помещения административных зданий и фактически власть переходит именно на сторону народа. Полиция в этих в таких ситуациях переходит на сторону народа. Тем более, что она будет немногочисленной, перевес людей для того, чтобы это произошло достаточно пятикратный. В принципе, 10 тысяч человек, если выходит на площади страны, это приводит к тому, что к ним стягиваются другие из самого города, из пригорода и так далее, и власть падает. У нас в Казахстане опыта такого рода организации протестов нет, поэтому изучаем опыт международный. То же самое Армении, Грузии, Алжире, вышли люди, около 800 тысяч человек на улицы города, страны, городов, и бывший президент Бутафлик вынужден был уйти в отставку. Поэтому я призываю вас не просто бойкоту на диване, не просто портить бюллетени, не просто ходить и возмущаться, что вас обманули на эти выборы, в этом нет никакого смысла, не будет никакого результата. Я призываю вас к активным действиям. Именно эта возможность, активные действия даст нам не просто надежду, даст нам эту возможность добиться смены режима. Теперь многие говорят, что нам это даст. Я хотел бы вам озвучить коротко программы демократических выборов Казахстана и напомнить известные цифры. В первую очередь я хотел бы обратиться к работникам сырьевых предприятий. В нефтегазовом секторе средняя заработная плата в мире составляет 10 тысяч долларов в месяц. Наши же нефтяники получают 100-150 тысяч тенге в среднем месяц. Это приблизительно 300, максимум 500 долларов в среднем в месяц. Вдумайтесь, ваша средняя заработная плата минимум в 20 раз меньше, чем у нефтяников, газовиков в других странах мира. При этом, пожалуйста, не обманывайтесь. Наша нефть продается по мировым ценам. Во-первых. Во-вторых, себестоимость добычи нефти она у нас очень низкая, ниже, значительно ниже, чем у американцев, у норвежцев, у австралийцев, у канадцев. Это вы можете зайти в интернет и убедиться. Поэтому, когда вас кто-то обманывает, говорит, что наша нефть плохая, они лгут, потому что наша нефть продается по мировым ценам. Когда они говорят, что себестоимость нашей нефти очень высокая, они тоже лгут. У нас себестоимость значительно ниже в несколько раз, чем у ведущих стран мира. Поэтому мы эту нефть продаем по мировым ценам, а зарплату люди получают в 20 раз меньше, чем на работники на таких же предприятиях в мире. Я хотел бы вам напомнить, что программа ДВК сразу предполагает и заявляет, как только правительство ДВК приходит к власти, буквально через короткое время, в течение двух месяцев выйдут законы, которые обяжут владельцев этих предприятий платить минимальную зарплату не менее тысячи долларов, минимальную, а средняя зарплата должна быть не менее чем тысячи пятьсот долларов. Что это значит? Это значит, ваша минимальная зарплата будет 400 тысяч тенге, средняя минимум 600-700 тысяч тенге. Это значит, даже люди, не имеющие квалификации нефтяников, например, водителей, охранники и другие люди, которые работают именно как вспомогательный персонал, их зарплата не может быть ниже тысячи долларов. Вдумайте, ваша зарплата будет 4-6 раз выше, чем та зарплата, которая есть у вас. Это будет, когда придет в власти правительство демократического выбора Казахстана. Когда у нас будет парламентская республика, не будет должности президента, когда именно народ будет контролировать власть. И мы услышим голос народа, мы сейчас заявляем, что у страны есть возможности именно сейчас это сделать, не ждать 20-30 лет, немедленно. Я хотел бы напомнить работникам сырьевых предприятий, работающих горно-металлургической отрасли, у вас не менее одного миллиона человек, не менее, не считая семей. Это предприятие ArcelorMittre, которое производит разные металлы, черный прокат, все прочее. Ваша заработная плата тоже составляет 100-150 тысяч тенге. Хотел бы вам напомнить, что работники аналогичных отраслах Канады, например, их зарплата начинается от 5 тысяч долларов. Поэтому на этих всех сырьевых предприятиях, касающие производства ферросплавов, которые сейчас контролируют евразийская группа, а в реальности основным владельцем является Султан Назарбаев, где там работает десятки тысяч человек, расположенные предприятия в Кустанайской области, в Актьюбинской области, в Акмолинской области, в Паладарской области. Я хочу вам персонально обратиться и сказать следующее. Ваша минимальная зарплата будет минимум тысячи долларов, средняя тоже будет тысяч пятьсот, шестьсот, семьсот тысяч тенге. Сколько вы будете ждать и верить, что ваша жизнь изменится. За эти изменения надо бороться, надо бороться сейчас. Я обращаюсь к учителям, вас более трехсот пятидесяти тысяч человек, вас эта власть сейчас принуждает участвовать в фальсификации, подделывать бюллетени. Ваша заработная плата на уровне максимум от семидесяти тысяч до сто пятьдесят тысяч тенге, в зависимости от часов, которые вы наработаете. Ваша заработная плата начнется от тысячи долларов в месяц, то есть она будет в несколько раз выше, чем та, которая есть у вас. Уважаемые врачи, у вас по стране около двухсот тысяч человек, врачи, медсестры, ваша заработная плата будет тоже начинаться от тысячи и в течение четырех лет, в зависимости от квалификации, ваша заработная плата дойдет до двух тысяч долларов. Эти возможности есть, я ничего не придумываю. Я многократно выступал, показывал, сколько миллиардов долларов утекает в карманы политической верхушки. Но вы сами представьте, если наша заработная плата работника нефтяной отрасли в 20 раз меньше, чем на аналогичных предприятиях мира. Если заработная плата работников сырьевой отрасли в 15-20 раз меньше, чем их аналогов в мире, вы же должны себе задать вопрос, а куда деваются деньги? Куда деваются деньги? Деньги растворяются в карманах политической верхушки по сути дела Нурсултана Назарбаева. Потому что он и его семья и максимум какая-то небольшая кучка его приближенных так называемых олигархов именно они контролируют эти отрасли, эти миллиарды постоянно утекают в их карманы. 90% банковской секты страны принадлежит Нурсултану Назарбаеву и его окружению и каждый год порядка 10 миллиардов там рассасывается. Я много раз на эту тему выступал. Вы прекрасно знаете, что деньги в нашей стране есть. Уважаемые пенсионеры, вас более двух миллионов человек. Когда к власти придет правительство демократического выбора Казахстана, помимо существующей пенсии, вы будете получать гарантированную минимальную пенсию от 300 до 400 евро. То есть плюсом к существующей вашей пенсии минимум 170 тысяч тенге ежемесячно вы будете получать. Это будет гарантированно минимальная пенсия со стороны государства. 2 миллиона человек, 2 миллиона пенсионеров сразу улучшат свое материальное благосостояние с приходом к власти правительства демократического выбора Казахстана. В нашей стране около 700 тысяч зарегистрированных инвалидов. Около 700 тысяч. И ваши выплаты, которые вы получаете со стороны государства, составляют порядка до 40-45 тысяч тенге всего лишь. В программных документах демократического выбора Казахстана написано, что мы всех инвалидов приравниваем пенсионерам и со стороны государства будут выплаты минимум до 400 евро, то есть до 170 тысяч тенге постоянные пособия. Уважаем матери, вы сейчас получаете пособие за ребенка до одного года, получаете сумму около 20 тысяч тенге. Правительство демократического выбора Казахстана будет выплачивать пособие за каждого ребенка до 7 лет включительно. в размере первые годы от 50 евро, это приблизительно 21 тысяч тенге, затем эта сумма вырастет до 80 евро, это свыше 30 тысяч тенге. За каждого ребенка в течение 7 лет, до 7 лет включительно. Ваши дети будут бесплатно учиться в государственных высших учебных заведениях, среднеспециальных учебных заведений, ваши дети получат стипендию в месяц порядка 50 тысяч тенге, вместо нынешних 20. Ваши дети получат компенсацию, чтобы они могли арендовать жилье, когда учатся в другом городе, проходя обучение в специальных учебных заведениях или высших учебных заведениях. Ваши дети в первых, четвертых классах будут получать бесплатные обеды и вы можете для себя решить, вы будете прозябать в этом государстве, которое не думает о гражданах страны, не думает о матерях, а думает только о том, как бы безмерно обогатиться и продолжить тот курс еще несколько десятков лет построить монархический режим. Я обращаюсь к полицейским, к патрульным службам. Вам сейчас пообещали, что якобы ваша зарплата различного рода компенсации за квартиру и за все прочее достигнет порядка 300-320 тысяч тенге. Вы прекрасно знаете, что это режим узжет. Вам многократно это обещали, если что-то делали, какую-то маленькую часть. Я хотел бы вам напомнить, уважаемые полицейские, что только ваша заработная плата составит в месяц стартовая любого рядового от 1000 долларов в месяц и в зависимости от стажа, должности и так далее заработная плата достигнет до 5000 долларов высший командный состав. Вы решите свои проблемы с жильем, потому что мы разработали специальную программу ипотечную, когда вам не нужно даже будет делать первоначальный взнос, когда служебное жилье будет бесплатное, когда будут различные страховые выплаты в случае временной нетрудоспособности и ваши дети также получат все возможности по получению бесплатного медицинского обслуживания, бесплатного обучения, бесплатные детские сады и так далее. то есть этот режим вам не даст того, что организует правительство демократического выбора Казахстана. Вы наверное сейчас кто-то критически относитесь к моим выступлениям, считая, что я эти цифры выдумываю, но я вам хочу сказать, что в качестве ориентира мы взяли прибалтийские страны, такие как Литва, Эстония, Литва, Латвия, Литва, Эстония. Это три страны, которые вместе с нами были в Советском Союзе и одновременно вышли из состава Советского Союза. Так вот, жизненный уровень этих стран в два-два с половиной раза выше, чем в Казахстане. И это происходит в тех странах, которые не обладают такими природными ресурсами, какими обладает Казахстан. Уровень пособий, выплат, пенсий и так далее, который я озвучиваю, который мы достигнем очень быстро, в течение четырех лет, именно достигнем нагоним эти страны, они даже те заявленные цифры еще ниже этих трех балтийских государств. То есть, вы понимаете, это ориентир для нас взят очень низкий, а возможности для нашей страны, нашей страны огромные. Поэтому, уважаемые друзья, я хотел бы вам сказать, что 9-10 июня для нас очень важный и критический день, этот режим нам не оставил никакого шанса. Никакого шанса, потому что итог выборов знают все. Проценты необходимы будут нарисованы такая. Зачем тратить силы, зачем трясти этим иллюзорным бюллетенем, когда мы можем просто объединиться, собраться и просто добиться смены режима. Когда на улицах страны выйдут десятки тысяч людей, этого режима не будет. И мы всего того, что ждали 30 лет, верили обещаниям, но султан Назарбаев достигнем кратчайшие сроки, потому что эти возможности у нашей страны есть, и это понимают и знают многие. Поэтому я призываю вас, призывая к активному бойкоту, не к бойкоту, сидя на диванах, а именно прийти и отдать свой выбор, свой голос за свободу, за перемены, прийти на митинги 9-10 июня, стоять на улицах, не бояться полицейских, потому что когда нас будет много, полиция ничего не сможет сделать, ничего абсолютно. Мы призываем вас стоять до конца 9-го июня в день выборов 12 часов дня по Алматы и когда нас будет много, наша численность будет нарастать и нарастать, так было во многих городах мира. И таким образом мы фактически этот день можем превратить действительно в день независимости, добиться свободы. Уважаемые друзья, мы каждый день объясняем, что нужно делать на этих митингах. мы прекрасно понимаем, что власти страны будут блокировать площади, они будут препятствовать проведению этого протеста. Я обращался и обращаюсь к автомобилистам с призывом, чтобы вы организовали блокаду улиц, блокаду улиц, которую мы озвучили. Если говорить по Алматы, это Аблайхана, это Желтохсана, это бывшая Фурманова, примыкающие к старой площади Аблайхана Тулеби. Этим вы дадите возможность заблокировать движение полицейских автомашин. Этим вы дадите возможность, чтобы наши граждане свободно перемещались к месту проведения митинга. И когда нас соберется масса, эта масса просто мягко отодвинет полицейских, без конфликта, без каких-либо трений, просто просочиться на площадь, и мы начнем свой протест, а затем будем добиваться как минимум отмены этих несправедливых и нечестных выборов. Еще раз я призываю вас не идти на выборы, я призываю вас идти на массовый протест 9 июня в 12 часов дня по Алматы по всей стране места обозначены, мы ждем вас и просим вас поддержать этот протест по всей стране. Алга Казахстан!